Мы не зря называем предстоящую компанию референдумом в том плане, что именно конкурентов как таковых у него, наверное, нет. То есть конкурент – это тот, кто обладает равнозначным рейтингом, ресурсами, возможностями, видениями, путями, программами. В данном случае все-таки Томенко будет бороться сам с собой. Есть в политтехнологиях такое понятие, когда кандидат борется сам с собой. Это вот как раз, почему компания референдумная, это ответ на вопрос, да или нет. Если пройтись по нескольким персоналям, вот за Марию Просакова кто будет голосовать, за какие идеи могут голосовать? У Марии Просаковой есть ядерный электорат КПРФ, который всегда голосует за КПРФ. И, собственно говоря, именно в нем-то она и останется. Все-таки и кампания 2022 года, и вот развитие в публичной политике, то, что происходило в 2023 году, да, показывает, что у коммунистов отсутствуют возможности расширения электората. Сейчас в современной политической истории, именно в этом году, да, и, наверное, ближайшие там еще пару лет, они не смогут аккумулировать весь протест на себя. Главный вопрос на этих выборах, кто второй, кто последний будет. Евгения Боровикова тоже старожилы власти. Что можете про нее сказать? Кто за ней пойдет? Самый лучший результат, который возможен для справедливой России, покажет именно Евгения Боровикова. При том, что, ну, с нашей бы точки зрения, не знаем, как они будут выстраивать кампанию, пока не видим месседжей, там, слоганов, заявлений, да. Но вот ее, вот то, что даже, как она сама себя называет, вот я простая русская баба, да, это будет понятный образ, за который, в принципе, как бы проголосует, и она, ну, свой, такую свою поддержку получит. И действительно, это будет один из лучших результатов. Ей-то, ей-то как раз слово «последний» точно не грозит. Елена Хрусталева прошла городской, краевой парламент, при этом сменила партию, и сейчас она представляет маленькую партию, малую. Какие у нее шансы? К сожалению, ее не знают жители Алтайского края. Дело в том, что даже в городскую думу, она пришла по партийным спискам, да, не ведя какой-то самостоятельной кампании, в ЗАГС-собрание. Ну, вот только, наверное, экспертному сообществу запомнилось, и то своими скандальным выходом из фракции КПРФ, да, там, с поддержкой всех этих ковидных мер, да, и при этом в большой публичной политике она, ну, как бы новичок. То есть ей будет очень тяжело объяснить людям, почему за нее надо голосовать. Там, ну, Боровикова, может сказать, да, почему я, вот я, вот я, я один из коров доила, я знаю жизнь изнутри, да, вот я, я оттуда, я знаю, как вы живете, я знаю, что там могу, да, да, если там, там, тот же Кириллов, который уже идет, ну, как бы у него это там второй поход, да, кандидатом в губернатор, но он, по крайней мере, там, про экологические какие-то проблемы и именно зеленую повестку будет поднимать, да, ну, тоже какое-то позиционирование. Неожиданная кандидатура, но она давно напрашивалась, Владислав Вакаев, при этом его уже воспринимают как общественника, как возродителя парков. Насколько высоки его шансы, учитывая уже этот общественный бэкграунд? Ну, вот Владислав Вакаев, это еще одна кандидатура на получение второго места, да, при этом понятно, что его вот образ на данный момент, вот то, что, как его знают жители, да, Человек-парк, ну, Человек-парк, да, это вот это он возродил, да, ему есть чем гордиться, но ведь на самом деле, кроме парка, Владислав Вакаев еще, ну, вот в экспертной среде, по крайней мере, да, он еще известен как, ну, как некий философ, который вбрасывает идеи развития. В эту предвыборную кампанию ждать ли какие-то необычные ходы, акции? Скорее всего, нет. Все-таки все участники, я надеюсь, трезво реально оценивают свои силы, да, по крайней мере, вот мы как политтехнологи не ожидаем здесь чего-то там, ну, вот какой-то там интриг больших, там, каких-то новых ходов еще чего-то, да, все-таки. Все такие вещи возникают только в случае конкурентной кампании. В референдуме, как правило, проходит тихо, скучно, и вот, ну, вот каждый про свое. Да, маленько, какого-то там, не знаю, там, драйва, конечно, может вынести Сергей Маленкович, да, любыми своими высказываниями. Это скорее будет элементы шоу. Общая обстановка внутри страны и за ее пределами, она способствует тому, чтобы в эту предвыборную кампанию, не только в Алтайском крае, а вообще в России, шел тренд на сохранение, не на изменение? В первую очередь будет тренд на сохранение существующего, как сейчас. Надо оставить, как сейчас.